Ну, выбор, наверное, был изначально предрешен, потому что, ну, грубо говоря, в моей семье практически все строители. Начиная с того самого двоюродного дедушки, который работал здесь неподалеку, в Алжире, строил газопровод через Сахару. Соответственно, мой отец тоже сварщик. И в момент, когда приближались выпускные экзамены в школе, ну, стоял выбор, куда вообще, в принципе, идти. И посмотрел, ну, выбирал я между строительными специальностями, ну, единственное, что выбирали мы, как бы, между вузами. Ну, вообще, в целом про строитряды я знал еще до поступления в университет, потому что это студенческое движение. В связи с тем, что у меня в свое время, в советское время, мой двоюродный дедушка был в строитрядах, мои родители работали в Смоленской области в строительных отрядах. И, в принципе, я знал, что это такое, что это существует. Соответственно, я подал заявку на вступление в штаб студенческих строительных отрядов Московского государственного строительного университета. Прошел отбор и по итогам распределения выбрал для себя одно из приоритетных направлений, как мне показалось. И поэтому, когда в списке объектов, на которых можно поработать, попал комбинат «Маяк», я, в принципе, вообще не сомневался, куда мне хочется отправиться и какие места посмотреть. С точки зрения первого опыта, то «Маяк» был полезен разобраться вообще, в принципе, как взаимодействует звено арматурщиков с заказом арматуры, чтением чертежей, раскладкой арматуры, заказ бетонной смеси, укладка бетона, уход за бетоном. То есть это какие-то были базовые азы, не на самых ответственных конструктивах. С точки зрения понимания строительного производства, вообще какие процессы на это все завязаны, это было очень полезно. Но большее впечатление на меня произвела работа в рамках строительных отрядов на АЭС «РУПУР». Соответственно, это уже был мой третий объект, на котором я работал. И те задачи, которые мы там выполняли, они были гораздо более ответственными, на мой взгляд. Мы не работали там как арматурщики, бетонщики, мы уже работали как инженерно-технические сотрудники филиала АСЭ. Лично я работал в отделе полевого инжиниринга. Вообще АСЭ, как моя основная постоянная работа, здесь я работаю с 2019 года. То есть на текущий момент это практически 4,5 года я работаю в АСЭ. Я работал после прохождения стажировки на АЭС «РУПУР». Был трудоустроен в Москву в управлении мониторинга и контроля сроков, в блок ПСР. Я был молодым специалистом. Мой руководитель посчитал необходимым, чтобы я набирался опыта. И я был командирован на площадку сооружения АЭС «РУПУР», Курска АЭС-2. И также уже самостоятельно выполнял задачи на АЭС «ПАКШ». Первый раз я прилетел сюда, в Египет, 8 апреля 2023 года. Как раз-таки у нас здесь начала разворачиваться АБЕ в текущем ее понимании. И перед нами стояли амбициозные задачи по установке ловушки расплава на первом и на втором блоке. И формат АБЕ здесь прижился как раз-таки очень хорошо в этот момент. Мы развернули стенды производственного контроля и анализа по каждому из энергоблоков. Разложили полностью критический путь. У нас были разработаны карты процессов, как мы достигаем ключевое событие. Ну, наверное, за то, что результат работы твоей, он виден на короткой дистанции. Мы каждый день на стройке, мы видим, как развивается стройка, мы видим, какие процессы, какая у нас полезная работа, вспомогательная, как мы ликвидируем какие-то потери по времени. Соответственно, на данный момент, по прошествии полугода, я абсолютно ни о чем не жалею. И понимаю, что здесь у меня горизонт для развития, ну, он практически безграничен. Нет таких, наверное, людей, у которых с первого раза все получается и во всех направлениях. Соответственно, молодым специалистам, наверное, можно посоветовать, пожелать, чтобы они не останавливались на своем пути. Будет большое количество вопросов, которые они не смогут решить с наскока. Когда ты молодой специалист, не раз сталкивались с тем, что когда ты только заканчиваешь университет, ты приходишь работать в компанию. И по мнению большинства людей, с которыми приходилось сталкиваться, университет как будто бы, по их мнению, не дает никаких знаний. И вот все, что они делают, это истина в последней инстанции. Хотя это совершенно не так. Вот это вот отношение к молодым специалистам, предвзятое, что ничего не знают, ничего не умеют, оно, конечно, в ком-то может даже погасить вот этот огонь, который есть в человеке. Надо просто делать свое дело, надо постоянно развиваться, ну, и тогда будет достигнут какой-то успех.